Рассказываем, что такое буллинг и кибербуллинг. Буллинг переводится как «дразнить быка». Название происходит от развлечения, когда несколько человек сначала дразнят быка, а потом от него уворачиваются. Бык хоть и сильнее человека, но не может атаковать сразу нескольких противников. Быка могут убить, как во время кориды, а могут просто погонять по улицам, как во время энсьерру. Это выглядит зрелищно. А по-моему гадко. А буллинг – это когда вместо быка человек. Это еще более гадко, но, к сожалению, есть гады, которым нравится так развлекаться. То есть буллинг – это когда несколько человек по предварительному сговору издеваются над кем-то одним. Распространено в токсичных коллективах, например, в учебных заведениях. При этом те, кто буллит, не совершают ничего наказуемого. Не бьют, не насилуют, не портят имущество. Каждое отдельное действие не опасно и не аморально. Но если терпеть это в течение нескольких лет от группы людей, то может выбесить. И тот, кого буллят, придет с ружьем и перестреляет обидчиков. Как правило, до такого не доходит. Скорее всего, он просто кому-то даст в рожу в ответ на очередную безобидную шутку. И формально будет сам виноват. И его выгонят за драку. Ну или будет терпеть. И самый эффективный способ борьбы с буллингом – это покинуть коллектив, с которым сложились такие нехорошие отношения. Но не всегда это возможно. Если буллят ребенка в провинциальной школе, куда ему деться, если до другой школы три часа езды на тракторе по бездорожью. И не факт, что там не будут буллить. Одно из решений проблемы – это уход в виртуальную реальность. Когда жертва буллинга начинает вести свой блог, у нее появляются интересные хобби, подписчики, поклонники, повышается самооценка и уже не надо прогибаться под токсичный коллектив, который иногда вдруг начинает даже уважать и перестает буллить. Правда, здесь есть опасность стать жертвой кибербуллинга. То есть будут также издеваться только с использованием специфических возможностей соцсетей. Но противостоять кибербуллингу легче, чем обычному буллингу. При кибербуллинге вы сидите у себя дома за любимым гаджетом. И это комфортнее, чем в классе или в общаге, где делают мелкие пакости, которые выбешивают. А в ответ сделать ничего не можешь. Виртуальных обидчиков можно банить, страйкать или можно вообще начать жизнь с чистого листа, удалив старый аккаунт в соцсети, создав новый. К сожалению, не всегда можно защититься блокировкой и жалобами на виртуальных хулиганов. Есть сложные схемы кибербуллинга, на которые мы снимем отдельное видео. Мы сами необычные и контент наш нестандартный, поэтому нас считают фриками и регулярно кибербуллят, но нам пофиг на их кибербуллинг. Нам есть что посоветовать нашим зрителям, чтобы от кибербуллинга защититься. Поэтому подпишитесь на нас и пишите в комментариях, с какими схемами киберхулиганства вы сталкивались в соцсетях. Мы постараемся что-нибудь полезное посоветовать.